Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Соломенные псы Мученицы, 2008 года. Франция, начало 70-х. Люси, маленькая девочка, почти год считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена бредущей по проселочной дороге. Ребенок в состоянии глубокого шока и не может рассказать о случившемся. Полиция быстро находит место ее заточения, заброшенную скотобойню. Все говорит о том, что девочка долгое время не покидала своей тюрьмы. На грязном, их судавшем, обезвоженном теле ребенка нет никаких следов сексуального насилия. Это не было преступление, совершенное педофилом, но что-то гораздо более странное. Что случилось в этом месте? И как Люси сумела бежать? Незнакомцы. Молодая пара укрылась от всего мира в лесном домике на краю света. Кажется, никто в мире не знает об их существовании, кроме трех незваных гостей в масках. Девочка по соседству Забавные игры 1997 года В свой загородный дом на живописном озере приезжает муж, жена и 10-летний сын. К ним приходят два молодых парня, приставившимися гостями соседей. У обоих на руках белые перчатки. Молодые люди решили позабавиться, они убили собаку и предложили хозяевам пари. Последний дом слева Мама, папа и дочь отправляются в загородный дом, чтобы счастливо провести выходные дни. Сначала кажется удивительным, что дочь-подросток соглашается провести свободное время подобным образом. Но все очень просто. Недалеко от этого дома находится городок, где живет ее лучшая подруга. Девушки встречаются и знакомятся со странным парнем, у которого есть травка. Компания приходит в отель и готовится оттянуться по-взрослому. Но в самый неподходящий момент появляются беговые преступники, которые начинают жестоко глумиться над девчонками. Затем они перемещаются в тот самый последний дом слева, где сталкиваются с родителями девушки. Ничего не подозревающие родители предоставляют кровь преступникам. Но затем события развиваются по жестокому сценарию. Я плюю на ваши могилы. Молодая писательница Дженнифер снимает домик в глухом лесу, чтобы в уединении написать роман. Но издатель не дождется нового бестселлера. Четверо местных отморозков жестко насилуют девушку и обрекают ее на мучительную смерть. Но Дженнифер сумела выжить, и теперь ее единственная цель – месть. И месть эта будет столь ужасной, что бывшие насильники проклянут тот день, когда встретили ее впервые. Не оставляющие следа 2008 года В ФБР существует подразделение по расследованию и пресечению интернет-преступлений. Специального агента по борьбе с подобными нарушениями – Дженнифер Марш – казалось, уже ничем невозможно было удивить до недавнего момента. Технологически продвинутый убийца-маньяк размещает на своем сайте картины жестоких убийств. Судьба каждого из жертв напрямую зависит от количества посетивших сайт. Чем больше подобных свидетелей, тем быстрее умирает жертва. Когда Дженнифер понимает, что маньяк имеет что-то личное к ней и к ее близкому окружению, ей и ее команде приходится играть на опережение, чтобы предотвратить страшное убийство этого инквизитора, не оставляющего ни следов, ни улик. Убийство священного оленя Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Хэллоуин Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Крик в общаге 2009 года Группа студенток решает отомстить парню, изменяющему их подружке. Для этого они исценируют смерть одной из любовниц студента Лавелласа, юноша, который не знает, что все это всего лишь сомнительная шутка, убивает девушку уже по-настоящему. А уже на выпускном вдруг появляется таинственная фигура в балахоне, этот кто-то знает про скрываемое студентами убийство и начинает мстить, уничтожая всех соучастников преступления. Калеценер 2009 года Бывший домушник Аркин забирается в загородный коттедж своего начальника, с тем, чтобы, ограбив его, выплатить долг своей бывшей жене. Однако попав внутрь, он вскоре понимает, что дом и его обитатели уже захвачены крайне неприятным типом в плюшевой маске и при полном наборе пыточных инструментов времен испанской инквизиции, после чего предпринимает отчаянную попытку спасти семью, которую он изначально собирался обчистить. Американское преступление Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...